МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем обзор рекламных коллизий и казусов. Вот грустный мэр Лондона Борис Джонсон распорядился запретить рекламу лечения гомосексуализма на городских автобусах. Компания планировалась к запуску двумя католическими организациями. Лозунгом к ней встала белая надпись на красном фоне «Не гей, был геем, перестал быть геем» и «Горд, прими это». Католики с помощью духовной терапии знают, как возвращать людей к традиционной ориентации. Именно это и не понравилось горе мэру, хотя британский регулятор товарных знаков не обнаружил в термине лечения гомосексуализма противоречие с законом о рекламе. Вето на добродушную услугу верующих наложил только мэр Боря. Ну что тут скажешь, испугался, а вдруг его тоже вылечат? Говорят же, что реклама – двигатель прогресса. Так-то оно так. Да только интересно, что в качестве целевой аудитории креативные агентства уже выбирают не только людей, но и животных. Так, например, еще год назад компания Нестле запустила промо-ролики «Корма, которые слышат собаки». Внимание! Животных привлекает высокочастотный звук, спрятанный внутри продукта. 23-секундная запись была разработана при помощи экспертов по поведению домашних питомцев. После апробации в США ролик запустили на австрийском телевидении. Это не первое подобное новшество Нестле для собак. До этого компания выпускала постеры, которые привлекали питомцев специальным запахом. Впечатляет, конечно, размах мышления народного в сфере объявлений и, собственно, профессионально. Первой области можно в преизбытке найти в великом городе весельчаков и острословов Одессе. Так, в одном из гостиничных номеров приезжему попался на глаза любопытный плакатик. «Дорогой гость, чистая вода – это большой дефицит на Украине, и мы очень нуждаемся вашей поддержке в ее экономии. По этой причине мы любезно просим вас все полотенца, которые должны быть постираны, класть на пол заранее вам благодарные менеджмент отеля». Ну да, воду нужно экономить, но почему полотенца для ее экономии нужно бросать на пол? Из какой такой нездешней формы жизни заимствован этот нелогичный, удивительный обычай? А вот еще пример неформатной логики. Венгерские производители выпустили традиционное лечо. Читаем, что же находится в его составе. Кроме томатной пасты, сахара и соли, здесь присутствует еще и передрезанный, хорошо, что не зад, а как вам такое? Сладкий фруктовый десерт «Груши Уильямс» – очищенные половики в сиропе. Ну хорошо, что у них хоть половики чистые. Тут уж раз гастрономии коснулись, пиши «Талмуд». Особую полочку в этом магазине антирекламного меню занимает еда китайская. Друзья из Поднебесной решили порадовать нас с картофельными чипсами. Да вот незадача. Название для продукта они подобрали не самое удачное. «Кака». Может быть, по-китайски «кака» и означает что-то очень аппетитное, но выходить с подобным названием на славянский рынок – дело неблагодарное. Белорусы тоже отличились, хотя, по идее, должны знать русский язык получше китайцев. На Солигорском молочном заводе наладили производство интересного изделия – сырок глазированный с «какако». Польские друзья из фирмы «Агротрейд» тоже удружили и подкинули на наш стол сыр с многообещающим названием «Дурман». Возможно, это пример вовсе не глупости, а благородных намерений – переключить наркоманов с марихуаны, героина и ЛСД на польский сыр. «Быть внимательным» крайне важно, особенно, если вы занимаетесь рекламой, а то получится, как вот в этих примерах. Американский производитель пива «Корс» сумел пострадать, неудачно переведя свой лозунг «почувствуй себя свободным» на испанский. Из-за буквального перевода получилось неаппетитное пожелание «страдает поносом». А компания «Пепси» решила дословно перевести на китайский язык свой основной рекламный девиз – «Живи с поколением, Пепси». Результат – шок китайцев. В империи этот слоган зазвучал так – «Пепси заставит ваших предков подняться из могил». «Дженерал Моторс», гигант американской автомобильной индустрии, попала в глупую ситуацию, когда экспортировала автомобиль «Шевроле Нова» в Латинскую Америку. Тогда выяснилось, что «нова» по-испански значит «не может двигаться».